Зима – пора удивительных природных явлений. Одно из них – сосульки, но вместе с красотой они несут и опасность в то время, когда начинают свисать с крыш домов. Каждый год одно и то же. Сосульки появляются, коммунальщики по той или иной причине их не сбивают. Видно на Пионерском переулке сосульки похожи на целые водопады, просто такие водяные красивые глыбы. А сейчас, когда в московском регионе началась оттепель, сосульки, конечно, начнут таять и падать. Разумеется, это представляет опасность для местных жителей и гостей. И, в общем-то, я видел пару случаев сбития сосульок в прошлом году, но в этом году все отдыхают, новогодние праздники только закончились. Эти сосульки убирались раньше, приходили штырями сбивали, все. Или мы сами как-то через окошко, форточка, швабры, но в этот раз почему-то запустили они, не знаем почему. А так, в принципе, работала какая-то служба от ЖКХ или кого-ли сбивали. Но это упущение, да. И такая ситуация не только на Пионерском переулке. Вся историческая часть города видная, где находятся малоэтажные постройки, обвешана сосульками. Упадет, мало не покажется. Ничего не убирает и не чистит. У нас вот дом 12, а напротив, со двора, вот такие. Опасно. Долбанет, так не встанешь. Считывая, что мы с коляской ходим, все равно под домами, да, страшно опасно. Так что, если будете сбивать, сбивайте. На некоторых крышах сосулек уже нет. Упали ли они сами, убрали ли их коммунальщики, а, скорее всего, сами жители. Открывают окна и тяжелыми предметами сбивают сосульки. Ведь, как говорится, ложка хороша. К обеду. По району дежурили Юлия Погосяна, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Продолжение следует.